Сегодня на библейском портале «Экзогет» мы попытаемся ответить на следующий вопрос. Воскреснет наше тело или мы получим другое? Мы будем отталкиваться от первого послания Коринфянам, 15.53 и книга Иова, 19 глава, 25 по 27 стих. Действительно, тело может разложиться в земле, сгореть всецело, взорваться. Представляете, ядерный взрыв, например. И вот воскреснем мы в этом теле или нам будет дано какое-то новое тело и душа в день воскресенья его получит? Вот этот вопрос, он многих христиан волнует, и мы попытаемся сегодня на него ответить. В Писании сказано, что воскреснет именно наше тело, хотя оно изменится. Но это будет узнаваемое тело, которое сохранит индивидуальные особенности. Теперь посмотрим по Писанию. Сначала 1 Коринфянам, 15 глава, 53 стих. Здесь подчеркивается, что речь идет именно об этом тленном теле, который станет нетленным, об этом смертном теле, который облечется в бессмертии. А в книге Иова, 19 глава, с 25 по 27 стих, мы читаем. Иов восклицает, а я знаю, искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я воплоти моей, узрю Бога, я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят Его. То есть мы получим назад свое тело, но оно будет изменено. Сказано в той же книге Иова, 33 глава, 24-25 стих. Бог умилосердится над ним и скажет, освободи его от могилы, я нашел умилостивление. Тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости, и он возвратится к дням юности своей. То есть молодость наша, свежесть юности, все это вернется к нам в более возвышенном виде, потому что человеческая юность, она тоже тленная, как и человеческая молодость. У пророка Исаии, 35 глава, 5-6 стих, говорится, «Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся, тогда хромой скочит, как олень, и язык немого будет петь». Не будет также никакого тления, никакого разложения. 1 Коринфянам 15, 43 «Сеется в тлении, восстает в нетлении». Как вот мы и поем, что там не будет ни болезнь, ни печали. Будут люди, которые доживут до пришествия Христа, до Его Второго пришествия. Они не умрут совсем, но они изменятся, так как и в момент воскрешения люди изменятся. И вот об этих людях, которые доживут до пришествия Христа, не умрут совсем, что они изменятся. Мы читаем 1 Коринфянам 15 глава 51-52 стих. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг, в мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными». Это те, которые будут мертвы к моменту пришествия. А мы изменимся. Это те, которые доживут до этого времени. И все будут в день страшного суда в равном достоинстве, как поется в погребальных песнопениях. То есть никто не будет иметь преимущества перед другим. Кстати, на страшном суде мы будем судимы прежде всего за дела веры или за отсутствие таковых. Потому что если нас судить за злые дела, тут некая несправедливость. Если за всю жизнь я сотворил зла, ну, предположим, не ел, не пил, не спал, творил только зло, все сто лет жизни. Ну, что я заслужил? Сто лет в аду. А мне ждается вечность. Как бы, ну, несправедливо. Зло, оно вообще всегда фрагментально. Значит, речь идет о делах веры. Преподобный Марк, подвижник, писал, «Когда слышишь слова Писания, что Господь воздаст каждому по делам Его, то не думай, что дела сами по себе достойны гиены или царствия, но что Христос воздаст каждому по делам неверия в Него или веры, как Бог-Создатель и Искупитель наш, а не как взвешивающий дела». К сожалению, некоторые представляют загробную жизнь, как некий такой египетский ад, где там взвешиваются. Это надо понимать глубоко, аллегорично. А земная жизнь, она и дана нам эти 50-60 лет, чтобы мы сделали свой выбор. Верим мы в Бога, хотим мы жить вместе с Ним, или мы не хотим этого. Решающим для человека будет состояние, в котором он будет покидать этот мир. И вот преподобный Никита, Стефат, учит, «В конце же всего, в каком состоянии застигнута будет душа сообразно с тем, получит воздаяние». Конец цитаты. Представляете? Поэтому, когда мы молимся о христианской кончине, мы молимся о том, чтобы это не произошло вот так внезапно, тем более внезапно, когда мы в дурном состоянии. Златоуст считал, что если мы хотим пережить воскресение жизни, а не воскресение смерти, то мы должны духовно воскреснуть для Бога уже в этой земной жизни, тогда мы не переживем духовной смерти в аду. Святитель Иоанн Златоуст пишет, «Когда блудник делается целомудренным, коростолюбивый и милосердным, жестокий и кротким, то и в этом заключается воскресение, служащее началом будущего». Помните, как у Иоанна Богослова сказано, «Кто имеет участие в воскресении первом, это когда человек обращается к Богу в этой земной жизни, над ним смерть вторая не имеет власти, а смерть вторая – это когда будет сказано, идите, проклятые, в огонь вечный, уготованные дьяволу и ангелам его». По духовным и физическим и возрастным качествам наше тело будет напоминать тело Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, по Его Христа воскресение из мертвых. Сказано, это послание к Эфесянам 4.3, «Доколи все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного в меру полного возраста Христова». Мера полного возраста Христова в его истинном человечестве – 33,5 года. Поэтому неважно, кто умрет – младенцем, кто стариком, все будем в меру полного возраста Христова. Далее. Здесь послание к филиппийцам, 3 глава, 20-21 стих. Апостол пишет, «Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего, Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все». И вот в день преображения Он показал, что ожидает наше тело. Он не только приоткрыл тайну божества, прежде всего Он показал, что ожидает наше тело. Потому что перед самим преображением Христос сказал, «Кто не идет за Мной и не берет креста, тот не достоин Меня. кто душу свою сохранит и не потеряет ради Меня, не достоин Меня». И, позвав людей к таким подвигам, Он показал цель преображения. Иоанн Богослов, первое послание, 3-2, пишет, «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, то есть Христу, потому что увидим Его, как Он есть». И святитель Игнатий Бричанинов писал, «Образец тела, тело и дух видим в теле Господа нашего, Иисуса Христа, по Его воскресенье». Вот это та славная цель, о которой мы стремимся. И древнехристианский экзегет Север Антиохийский писал, «Итак, мы уже в настоящей жизни именуемся детьми Божьими, освящаемся через добродетели и к лучшему подобию устремляемся. Явственнее же этого подобия мы достигнем в сиянии Воскресения, когда увидим Его, насколько это возможно, как Он есть». Таким образом, мы, отцы и братья, сёстры, верим в воскрешение нашего тела. Есть, кстати, только три мировых религии, которые придают значению тела и хоронят в земле. Это иудаизм, христианство и ислам. Потому что в этих трёх религиях только в них есть вера, что само наше тело, оно воскреснет. Все другие не придают значение телу. Они говорят, это как изношенный костюм, выбросило всё. А мы мёртвое тело обмываем, готовим к встрече с Христом и Женихом, облачаем, кладём грамотку, венчик, покрывало с молитвами, письменами. И кладбищенская земля считается отчуждённой земля от города. Даже заброшенное кладбище по законам Российской империи оставалось отчуждённой землёю, и никто не имел права ничего там строить. И вырывался ров вокруг заброшенного кладбища. Это просто был такой погост, где там зелень была. Но никто не имел права тревожить такие места. И вот этот пример Иова Многострадального, который говорит, «Да, я сам, своими глазами, не другой я увижу». Это свидетельство о том, что воскреснет то самое тело, которое вынашивалось девять месяцев в чеве нашей матери, которое было крещено и помазано Святым Миром, которое причащалось. которое соборовалось, которое упокоилось и над которым совершали отпевание. И всякий раз, когда мы молимся о христианской кончине, мы об этом думаем, помним и не забываем. Берегите себя, подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вам вовремя получать информацию о новых беседах. И молитесь за то служение Слова, которое мы совершаем, на нашем портале. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!